Карамзинская ассамблея Участниками проекта «Большие чтения 12 вечеров» с Карамзиным стали гости из Франции, Венгрии, Сербии. Труды Николая Михайловича Карамзина привлекают внимание исследователей со всего мира. Произведения автора до сих пор переводятся на разные языки. Историки и литературоведы разных стран интересуются его жизнью и деятельностью. Доктор филологии, профессор Страсбургского университета Радольф Боден, долгое время изучает историю русской литературы XVIII века. является исследователем Николая Карамзина. Главным итогом этой деятельности является книга «Карамзин в Страсбурге», написанная на базе докторской диссертации ученого. Страсбург – это единственное место, где Карамзин, человек, не его литературный двойник, путешественник, а Карамзин столкнулся с революционным насилием. Потому что, когда он приехал в Страсбург в начале августа 1789 года, там шел солдатский бунт в рамках революционных событий. И он действительно столкнулся с насилием. И моя гипотеза заключалась в том, что именно там он испугался, увидев, что такое революция по-настоящему. Потому что одно дело читать революцию, другое дело, конечно, ее видеть собственными глазами. И вот моя гипотеза в том, что именно там зародился его консерватизм. Переводчик-русист, кандидат филологических наук, преподаватель Государственного университета имени Лоранда Этвиша Иван Хорват, помимо преподавательской и научно-исследовательской деятельности, занимается переводами произведений русской классики на венгерский язык, в том числе Николая Карамзина. Третий гость мероприятия Андрей Митич является автором работы «Идея государства в консервативной системе ценности Николая Михайловича Карамзина». Он исследует грани таланта личности уроженца Симбирской губернии. На конференцию съехались и все российские исследователи наследия Карамзина. Так, одной из ведущих мероприятий была Татьяна Алпатова, профессор кафедры русской классической литературы Московского государственного областного университета. Она много лет занимается исследованием писем русского путешественника Николая Михайловича Карамзина. Письма русского путешественника мне интересны в первую очередь как очень новое и очень смелое литературное произведение Карамзина, потому что с него начался его путь как писателя. Именно в письмах произошло рождение той новой русской классической литературы, которую мы все знаем. История государства российского была подвигом Карамзина, но в какой-то степени подвигом самоотречения, потому что он оставил то литературное поприще, оставил те литературные открытия, которые были им сделаны, во многом ради того, чтобы дать россиянам, чтобы дать России представление об истории, дать вот нечто общеполезное. Также в рамках мероприятия состоялась презентация выставки фотографий Ольги Рачковской, которая показала швейцарский маршрут автора книги «Письма русского путешественника». Напомним, в 2016 году Ульяновская область является главной площадкой празднованием 250-летия со дня рождения Николая Карамзина. Ирина Антонова, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.